Соперником Дениса будет на соревнованиях Игорь Воеводин по прозвищу Череп. Бой! Друзья, это Череп. Мне кажется, что он теперь у нас постоянник, да? Нравится стрелка? Весьма. Весьма. А Череп потому что у тебя на полке Череп, да? А почему? Да, а почему? Нравится Черепа. Какой тяжелый нокаут. Ну что, друзья, а в этом бою победил Череп! Еще узнал сегодня, кто будет моим соперником. На самом деле, ну, немножко напуган, так по-честному. Потому что знаю, что этот парень на полутер. Видел видеоигры, где он клал людей в нокаут. На самом деле, ну, есть небольшой страх, мандраж по этому поводу. Ну, как бы ничего не поделаешь. Ну, жизнь такое бывает, надо идти страхом навстречу. Значит, ну, последние две тренировки, которые у меня еще впереди, две-три. Стараюсь поработать, ну, конкретно уже под соперника, да, то есть пересмотрю еще видео, где он участвовал, в каких боях он участвовал. Посмотрю его слабые стороны, постараюсь как-то подстроиться. Рост Дениса 180 сантиметров, рост Игоря 189. Разница 9 сантиметров. Разница в килограммах, кстати, почти такая же. Будет более интересный у нас. Ну, у тебя вот есть какой-то план? Идти вперед, боксировать, пытаться нокаутировать. Так определился соперник Дениса, которым он будет работать 28 февраля. Соперник непростой. Игорь Воеводин. Манера ведения боя Игоря, да, своеобразная. Очень агрессивная. Он постоянно идет вперед, наносит много ударов. При этом работает не очень хорошо на ногах. Да, то есть манера у него однообразная. Он практически защищается не очень хорошо, но агрессивно. Постоянно вперед-прет, бьет, бьет, бьет и бьет. И в этом будет заключаться, да, его основная наработка. Он попытается Дениса сломать, задавить. Будет его поддавливать, обрезать углы и много бить. Основной задачей Дениса будет являться работа на отходе, много перемещения, провокация Игоря, двигаться, движение, движение, движение. Если будет у нас Денис стоять, соответственно, будет пропускать. А если будет двигаться, постоянно контратаковать и при возможности жалить соперника. Подошла к концу третьей недели наша тренировка с Денисом. Остается ровно 5-6 дней до соревнований. И сегодня у нас прошли контрольные спарринги, по итогам которых мы можем сделать определенные выводы о проделанной работе. По итогам проделанной работы можем отметить следующие плюсы. Денис стал более уверенным в себе. Он стал более уверенно двигаться, защищаться, перестал бояться ударов. У Дениса расслабились плечи. Он стал более уверенно работать первым номером. Также начал работать на отходе. Также есть, конечно же, и недостатки, которые мы уже убрать не успеем, потому что остается очень мало времени. Иногда Денис очень разбалансирован на ногах. Когда бьет правой рукой, бывает, что проваливается. Часто в работе, когда особенно появляется усталость, правая рука опускается. При этом также, когда бьет левая, тоже правая опускается. Ну и есть некоторые минусы при пробитии. В принципе, есть какой-то кривой у него апперкот, который он постоянно пытается закинуть. И, естественно, не попадает. И еще себя подставляет при этом. На этой неделе было 4 тренировки в общей сложности. Поработал я, ну, хорошо. В том плане, что я выкладывался по полной. Есть моменты, в которых я не удовлетворен. Ну, не удовлетворен с собой, своей работой, потому что хотелось бы побольше прибавить где-то скорости и выносливости. Но этого я в себе не вижу. Появилась где-то смелость, да, я не боюсь пропускать сейчас. Не так сильно боюсь пропустить, как раньше, да. Больше получается расслабляться, где-то расслабить плечи и двигаться. Но все равно есть усталость и подводит выносливость. Соревнования пройдут 28 февраля в клубе Талер. Если вы живете в Нижнем Новгороде, обязательно приходите посмотреть. Все это будет очень интересно и захватывающе. С вами был Артем Скотников. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова